Задобрили лося и отдали медведю замок любви. В приюте для животных Велес свадьбу сыграли волонтеры. На порог не наступаем! Овес на вас! Медведи-панда, так Стас и Алина называют друг друга. Шесть лет назад музыка их связала. Познакомились мы зимой, в начале 2012 года, 7 января, благодаря одной рок-группе. А любовь к животным закрепила отношения. Живут они в Москве, но регулярно приезжают сюда помогать постояльцам Велеса. Такая традиция, что в день свадьбы называли жениха медведь, а невесту медведица. Да? Да. Так что добра пожаловать! В статусе супругов сурнины уже два месяца. В столице свадьбу играли классическую с белым платьем и лимузином. А рядом с любимцами совсем другую, с особыми ритуалами. Велес, поскольку это древнеславянский бог, это древнерусский, древнеславянский и некоторые даже языческие обычаи, которые очень интересные и очень веселые. Букет невесты отправился постояльцам без пары. Алюминька хочет замуж больше. И тут же стал лакомством на праздничном застолье. Знатоки говорят, именно лось на Руси был символом материнства, а потому на свадьбе его нужно было задобрить. Еще считалось, что аист может угадывать пол будущего ребенка. Причем одно предсказание уже сбылось у другой пары, которая играла здесь свадьбу два года назад. Древние славяне верили, что медведь – единственное животное, в которое не может вселиться нечистая сила, а потому свадебный замочек молодожены оставили на вечное хранение по тапочу. Юлия Майданова, Сергей Дидюра, Антон Пашукевич. Последнее известие. Всеволожский район.